В конце августа этого года радостные новоселы жилого комплекса «Счастье» начали получать ключи от своих квартир. В доме было готово практически все, только вот газоснабжение не работало. Застройщик на пару с управляющей компанией заверили, что до 10 сентября все будет сделано. Люди поверили и подписали договоры, однако газа в доме так и не дождались. Здесь уже живет больше, чем одна семья и живут с маленькими детьми. Вопрос в отоплении. То есть они отапливаются обогревателями своими. Вода у них только холодная. Как они ее греют, я даже не представляю. То есть горячая вода у нас, индивидуальное отопление, соответственно горячая вода подается от котла. Газовое оборудование в квартирах, в доме и на улице готово. Однако трубы снаружи здания просто не соединены. Люди не только замерзают, но и переживают о вероятных последствиях. Вода уже в системе, вода уже стоит. Соответственно сейчас будет минус 2, минус 3, трубы все полопаются. Это котел так же весь накроется и придется вскрывать те же самые полы, которые уже залиты. Многоэтажка, 19 этажей и потом найди, где этот прорыв произошел. То есть это очень большая проблема. Жильцы долгое время не могли разобраться, в чем причина задержки газификации. Как они говорят, управляющая компания винит застройщика. Тот кивает на Горгаз и Межрегионгаз. Круг замыкается. Правду мы хотим, просто правду. В чем дело? Вы нам скажите, вообще не будет газа. Вообще закрывайте все и все. Мы тоже будем как-то биться, добиваться или что-то делать. Здесь живут семьи с детьми. Люди купили за последние деньги. Снимать квартиру и мне на что. Они с этим домом нас так подвели. И пошла я сюда, потому что я не смогла за отопление платить сумасшедшие деньги. Пошла за индивидуальное отопление, чтобы меньше платить. Все-таки я на пенсии. Управляющая компания убеждает собственников подписать договоры с газопоставщиками. Иначе газа не будет. В доме 189 квартир. Не каждый собственник на месте. Не получится 189 договоров подписать в одно время. Они говорят, в течение двух-трех дней подпишите, значит Горгаз займется этим делом. Застройщик напрямую сказал, что не наши больше проблемы вы ключи получили, решайте теперь сами. Прямо ответ от застройщика. Собственники не могут понять, почему сам застройщик не газифицировал дом при сдаче. Оказалось, у него не было на это разрешения. Нам ответ пришел уже от зеленого сада, что у застройщика не было лицензии на момент сдачи квартир, передачи ключей. У него все еще не были готовы лицензии на подключение газа в принципе. В результате огромного количества обращений во все инстанции жильцам удалось добиться совещания по их вопросу в городской администрации. Там присутствовали все заинтересованные стороны, кроме застройщика. Застройщик, который строил этот дом, не заключил договор на газоснабжение от себя, как юридического лица, а передал жильцам данные квартиры в пользование. Это сделано в принципе на законных основаниях, но сильно усложнило процесс, потому что вместо одного договора с юридическим лицом сейчас необходимо заключать 200 договоров с физическими лицами. На этом совещании мы выработали дорожную карту решения проблемы. Все службы готовы помочь. И я думаю, что если жильцы в ближайшее время сорганизуются и дадут управляющей компании доверенность на заключение договора газоснабжения, то в ближайшее время, прогнозирую дней 10-15, газ квартиры будет дан и, соответственно, будет тепло и горячая вода. Несмотря на то, что данный случай является уникальным, управляющая компания может принять доверенность на подключение и обслуживание газа даже от тех людей, которые находятся в отъезде, чтобы тепло в доме появилось скорее. Там вообще застройщик должен делать газификацию. Мы сейчас просто всеми силами помогаем, потому что вообще газификацию делает застройщик. Но должны уже вот-вот запустить. Мы же помогаем так быть. Я думаю, что при каждом месяце несколько дней там запустят. В то время как сотни людей пытаются решить такую важную проблему, застройщик ООО «Строительный комплекс Михайловский» не видит в своих действиях ничего предосудительного. Смотрите, я же не первый, допустим, дом построил, да, и, грубо говоря, всегда у нас этот самый пуст газа был через управляющую компанию. Как пояснили в администрации города, застройщик несет все репутационные риски. Тем временем собственники квартир вынуждены не только замерзать, но и переживать о том, сохранится ли теперь их ремонт. Штукатурка не сохнет, появляется плесень. А ведь некоторые для отделки своей квартиры специально подгадывали отпуск. Своими силами они потихоньку начинают. Бригады, опять же, не соглашаются, потому что есть гарантия работы. Они не могут начать, потому что, опять же, плесень, не сохнет ничего, и в итоге все стоит на месте. У меня работают три обогревателя, ничего не высыхает, у меня сантиметровый слой сохнет третью неделю. То есть я не могу ничего делать, заканчивается отпуск, и все, я не знаю, что делать. В данный момент из этой ситуации есть только один выход. Жильцам необходимо перестать сомневаться в намерении управляющей компании и администрации помочь им и действительно подписать все 189 договоров. Тогда проблема будет решена. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».